Ребята, всем привет! Это канал АМФ ФИЛМС, хоу-хоу-хоу, и мы начинаем. Опасный друг. Молодой человек Кристиан живёт размеренной жизнью в своём огромном доме. Вечером он, как обычно, готовит ужин на одну персону, а также накладывает еду в собачью миску. Прежде чем сесть за стол, молодой человек подозывает пса, но вместо собаки к нему выходит человек в костюме. Кристиан невозмутимо отдаёт питомцу приказ, и тот приступает к еде. После ужина он чистит псу зубы и отправляет в душ, а затем они валяются в кровати, как хозяин с питомцем. Просматривая сайт знакомств, Кристиан отвечает на сообщение Сигрид. Пообщавшись с ней весь следующий день в переписке, молодой человек назначает девушке свидание вживую. Прождав почти час, он уже собирается уходить, но в это мгновение появляется Сигрид. Она рассказывает о том, что постоянно опаздывает, и никак не может побороть эту дырную привычку. Не поступив в университет, девушка решила пойти в частную школу, где в настоящее время изучает психологию. Сам процесс учёбы ей не особо нравится, но вот тусовки с сокурсниками перекрывают обыденность. Кристиан, в свою очередь, делится подробностями своей жизни. Он не учится и не работает, предпочитая плыть по течению. Проболтав до вечера, парень предлагает новой знакомой пойти к нему. Увидев дом, Сигрид приходит в восторг. Она очень удивляется, что молодой человек живёт тут один. Он объясняет это тем, что страдает клаустрофобией, поэтому ему жизненно необходимо жить в большом пространстве. Парень также упоминает про пса, чем вызывает умиление девушке. Кристиан рассказывает о том, что дом достался ему от родителей, которых уже нет в живых. Сигрид проникается сочувствием, поэтому без раздумий отвечает на поцелуй, на который осмелился молодой человек. Остаток вечера и ночь пара проводит вместе. Утром девушка просыпается от сбивчивого дыхания у кровати. Открыв глаза, она видит человека в костюме пса и приходит в ужас. Кристиан невозмутимо сообщает, что это его питомец, которого пора кормить. За завтраком Сигрид не может отвести взгляд от человека, изображающего собаку. Она задаёт парню вопрос о том, что же происходит, но тот делает вид, что в этом нет ничего странного. Решив, что это чересчур, девушка собирается домой. Молодой человек пытается остановить её и даже готов всё объяснить, но Сигрид просит отвезти её домой. Соседка девушки, Аврора, сразу же нападает на неё с расспросами, а когда узнаёт, с кем именно у подруги было свидание, и вовсе впадает в ступор. Оказывается, Кристиан, это Бэтмен, ладно, сын скончавшегося мультимильардера. Мультимильярды, блин. Понимая, что молодой человек олицетворяет собой мечту любой девушки, Сигрид поддаётся на уговоры, и они вместе с соседкой смотрят видео про игру в щенка. Оказывается, это довольно распространённая забава, когда один человек выполняет роль хозяина, а второй изображает собаку. Вечером Кристиан звонит девушке и пытается извиниться за случившееся. Он предлагает вместе поужинать у него дома и Сигрид соглашается. Деньги. Сидя не в принуждённой обстановке, девушка заводит разговор о собаке. Кристиан рассказывает, что его зовут Франк, и он решил стать его собакой. Оказывается, они знакомы с детства, и тот всегда был одиночкой, в отличие от друга. Рядом с богатым подростком всегда были толпы людей, которые преследовали ту или иную выгоду. В какой-то момент Франк решил стать собакой, и теперь Кристиан вынужден делать вид, что так и есть. Когда Сигрид просит познакомить их, он предупреждает, что она ни в коем случае, ни в коем случае не должна показывать, что перед ней стоит человек. Пёс сначала обнюхал девушку, и молодой человек был вынужден повысить голос, чтобы остановить процесс, который явно напугал девушку. Однако ночь пара снова провела вместе. На утро Кристиан привел в спальню Франка и сообщил, что псу очень стыдно за его поведение накануне. Услышав, что девушка не сердится, питомец начинает радостно вилять пяточкой... Пяточкой... Сука... Куя... Пяточка, дебил... Радостно вилять пятой точкой. Взглянув на часы, Сигрид понимает, что она страшно опаздывает, поэтому Кристиан предлагает подвезти её на учёбу. Прежде чем расстаться, они договариваются о планах на вечер. Услышав, что подруга в отношениях с миллионером, Аврора советует ей не идти у парня на поводу, чтобы тот не подумал, что ей легко заполучить. Однако вновь оказавшись в объятиях молодого человека, Сигрид теряет над собой контроль и снова остаётся на ночь. После интима пара рассказывает о насущном. Девушка предлагает найти для Франка подружку, и Кристиан соглашается. Он также делится своими переживаниями, уверяя, что не понимает, почему друг решил вести себя как собака. Сам же предмет обсуждения всё это время подслушивает под дверью. На следующий день Кристиан предлагает Сигрид провести уикенд за городом с ним и Франком. Решив, что это отличная идея, девушка соглашается. За ужином молодой человек отмечает, что его гости очень много времени уделяют своему мобильному телефону. Он предлагает ей оставить все гаджеты в коробке, чтобы как следует насладиться совместными выходными. И девушка соглашается. После ужина пара веселится в гостиной, а когда Кристиан выходит за вином, Франк поднимает маску и просит девушку помочь ему, уверяя, что его хозяин псих. Шокированная Сигрид пытается справиться с нахлынувшим оцепенением и сообщает, что пойдёт спать. Под утро она осторожно выбирается из постели и пытается выйти на улицу, но дверь закрыта на ключ. Проснувшийся Кристиан застаёт её в тот момент, когда она шарит по карманам его пиджака. Девушка уверяет, что просто хотела насладиться воздухом раннего утра, и молодой человек предлагает сделать это вместе. За завтраком Сигрид пытается убедить парня, что ей срочно нужно позвонить матери. Тот ей даёт телефон и просит поговорить на громкой связи. Услышав, что в разговоре нет ничего важного, молодой человек уверяет, что у девушки зависимость от телефона. Серьёзно? Он предлагает забыть о нём хотя бы до понедельника. С трудом взяв себя в руки, Сигрид предлагает выгулять Франко, и Кристиан соглашается. Во время прогулки пёс осторожно сообщает, что они не смогут бежать. Единственный путь к спасению – убить хозяина. Решив, что это уже слишком, девушка возвращается домой. Тревожные мысли не покидает её, и на всякий случай она прячет под свою подушку кухонный нож. Выйдя из душа, девушка сталкивается с парнем. Тот начинает её целовать, но чувство страха заставляет Сигрид оттолкнуть его. Приведя себя в порядок, она спускается к обеду. Выпив залпом несколько бокалов вина, девушка в буквальном смысле отключается. Проснувшись ночью, Сигрид видит... Чё? Сири, иди в жопу! Иди в жопу! Я работаю! Сигрид, отключись! Ой, Сигрид, Сири, иди в жопу! Вот так. Спасибо. Проснувшись ночью, Сигрид видит, что ножа под подушкой нет. Кристиан в этот момент садится на постели и сообщает, что должен что-то показать девушке. Усадив её в гостиной, молодой человек демонстрирует нож, а после включает запись, на которой Франк рассказывает, что хозяина надо убить. Напуганная девушка идёт следом за парнем и с ужасом наблюдает за тем, как тот открывает клетку с собакой. Франк уже без маски, поэтому видно его перепуганное лицо. Воспользовавшись моментом, пока Кристиан пытается усмирить беднягу, Сигрид выдёргивает ключи и выбегает на улицу. Она мчится вперёд, не разбирая дороги. Заметив, наконец, что девушка сбежала, молодой человек ведёт пленника в сарай, где начинает жестоко пытать. Так он вымещает зло от случившегося. Понимая, что нельзя бросать Франка, Сигрид возвращается. Она оглушает Кристиана ударом по голове и пытается вывести пленника наружу. Но молодой человек оказывается, конечно же, сильнее. Он наносит ответный удар, вырубая обеих жертв бейсбольной битой. Несколько дней спустя, Кристиан не спеша готовит завтрак, но прежде чем съесть за стол, он наполняет две собачьи миски и несёт их в сарай. Это было понятно и так, ё-моё. Там его уже встречают две собаки, которые вынуждены радостно вилять хвостом, ведь только так у них есть возможность выжить и, возможно, когда-нибудь выбраться на свободу от этого сумасшедшего миллиардера. Ну и это было понятно, что так будет. Друзья, большое спасибо за просмотр. Не забывайте поставить большие пальцы вверх, подписаться на канал, если не подписаны, конечно же, и поставить комментарий. Скажите, Сири виновата или нет? Точнее, Сигрид виновата или нет? Что она такая дура? Ладно, шучу. Пока-пока. И линьш.